МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». На сегодняшний день в Самаре выполнен основной объем работ по модернизации и ремонту тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. На отдельных квартальных участках работы продолжаются. В этом году в областной столице обновили 18 теплосетевых объектов по всему городу. Как идет подготовка к отопительному сезону? Какие виды работ уже выполнены? Готов ли жилый фонд Самары встретить холода? Говорю с моим гостем в студии. Сергей Александрович Мухранов, заместитель и руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары. Здравствуйте, Сергей Александрович! Добрый день! Ну что же, перед началом отопительного сезона управляющими и обслуживающими организациями были выполнены различные работы. Расскажите, пожалуйста, какие именно? В двух столах не расскажешь. Это большая комплексная работа. Если говорить относительно управляющей компании, какие конкретные работы они выполняли, здесь также достаточно большой объем работ, начиная с ремонта крыши, проверки инженерных коммуникаций, замена проблемных участков стояков, как можно в отоплении, холодного снабжения, горячего водоснабжения, также замена запорной арматуры, где-то ремонт фасада. По сути, у каждого дома своя история, свои какие-то слабые места. Поэтому отопительный период нам показывает эти слабые места. И в последующий отопительный период они устраняются. Также слабые места способны помочь нам методы диагностики системы. Что она в себя включает? Это испытание на опрессовку системы. То есть, чтобы объяснить, дается повышенное давление в систему. И там, где тонко, там рвется. Показывает слабые места. Соответственно, в планах, в рамках текущего ремонта данные проблемы устраняются. Есть и категория домов, где вопрос решается комплексно. Это как раз-таки фонд капитального ремонта, программа регионального оператора, которые планово выполняют работу комплексных уже инженерных систем. В этом году планируется порядка 200 домов заменить уже инженерные системы. Данные дома контролируются. Для того, чтобы не допустить того факта, зачастую иногда возникают ситуации, когда подрядная организация заходит на дом, не удомив управляющую компанию, начинает уже проводить работу, срезают действующие стойки отопления и не успевают установить новые. Уже к началу отопиться на сезон. Да, то есть мы считаем, дом готов, уже управляющая компания проверена, все нормально, а в систему вмешивается уже подрядная организация. Вот такие факты стараемся, чтобы не были, и они проявляли себя, но их исключительно сейчас планируют, чтобы полностью искоренить, исключить. Прямо вот здесь сразу же вопрос, извините, что я вас перебиваю, но ведь подрядная организация должна зайти на дом только после общего собрания жильцов. У нас сейчас такой активный, активные жители города, да, старшие по домам всегда на контроле, берут все работы, видно, слышно, что если кто-то на дом зашел, неужели такие случаи тоже имеют место быть? К сожалению, да. Не везде. Очень хорошо, как раз таки вы совершенно правильно говорите, очень хорошо, когда есть активный совет дома, активные старшие по дому. С данными домами, как правило, всегда все нормально. Они поддерживают коммуникацию и с управляющей компанией, и с органами местного самоуправления, и уже понимают на перспективу, какой подрядчик должен к ним прийти, и уже заранее выстраивают с ним диалог, и таких ситуаций, как правило, не возникает. Да, но это единичный случай, я не говорю, что это аксиома, это во все местно, но вот говорю, что такие факты были, фиксировались, и мы очень всячески стараемся, чтобы они не были, не допустить их в последующем. Спасибо. Я попрошу сейчас рассказать вас о регламенте работы по отключению города к теплу, не дожидаясь вот как раз температурных показателей. Подготовка города к зиме стартует, ну, ведь, наверное, чуть ли не с окончанием отопительного сезона, и в эту область входит также модернизация теплосетей. В этом году изменилась ли схема теплоснабжения в городе Самара? Схема теплоснабжения не изменилась, она, собственно говоря, какая она была, такая она и есть на сегодняшний момент. Да. За исключением того факта, что, как вы уже сказали, у нас выполнялись работы по капитальному ремонту внешних сетей, это полностью, так называемые, перекладки тепловых сетей, в рамках которых поменялись наиболее проблемные участки, которые показали себя в предыдущий отопительный период, либо в результате осмотра специализированным персоналом тепловой организации. Вот на данных участках бы проводились работы. На сегодняшний момент вот всего по плану было 18, уже на сегодняшний момент как три закончены. На 15 работа находится в завершающей своей стадии и планируем, что к 15 сентября, может быть, даже ранее, работы должны закончиться. А есть ли что сейчас вам рассказать в нашей программе о выполненных работах по перекладке теплосетей? Ну, что сказать. Я думаю, каждый житель из окна своего дома видит, как это все происходит. Не всегда это, грубо говоря, приносит какие-то позитивные мысли и отношения. Зачастую жителям не всегда нравится вот этот дискомфорт, который доставляют за перекладки тепловых сетей. Это и ограничение движения транспорта, и ограничение движения пешеходов, перекапываются пароходы, грубо говоря, каким-то учреждением. Мусор, грязь, пыль, шум. Да, эти факты имеют место быть, но, к сожалению, иначе никак. В свою очередь, чтобы минимизировать данные факты, пытаемся максимально повести контроль за данными видов работ, чтобы сократить, во-первых, сроки производства работ, чтобы, если производится ограничение транспорта, это происходило, в те промежутки времени, которые принесут минимальные какие-то неудобства. И, грубо говоря, чтобы подрядные организации, которые производят работу, соблюдали и режим тишины, и чисто наводили чистоту и порядок. То есть все это вы хотите сказать на контроле администрации города? Безусловно. У нас ведется ежедневный контроль за обходом производства работ, поэтому здесь мы имеем понимание, когда, что будет происходить. Качество, сроки здесь, все в комплексе. Спасибо. До конца первой декады сентября подрядчики ресурсоснабжающей организации должны справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня. Жесткий контроль за постановкой на участке необходимых материалов, за соблюдением качества и сроков производства работ на теплосетях – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии в ходе подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему сезону. В преддверии нового учебного года обновление теплотрасс и восстановление благоустройства в районе учреждений образовательной сферы уделяется особое внимание подробнее в нашем сюжете. В этом году в Самаре перекладывают теплотрассы на 18 основных объектах. На всех участках подрядчики монтируют трубы повышенной прочности и герметичности. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая при минимальной утечке способна определить место повреждения трубопровода с точностью до 1-2 метров. Это позволит в кратчайшие сроки направить бригаду для ремонта и предотвратить аварийную ситуацию. На 15 объектах завершено устройство монтажных схем. Уставление благоустройства продолжается на трех участках, на улице Губана, улице Каховская, а также в районе перекладки улицы 9-й Мая, переулка Карянкина. Устройство монтажных схем планируется завершить 5 сентября, после чего участки также приведут в порядок. На совещании в профильном городском департаменте были озвучены замечания в адрес некоторых подрядчиков. В основном это касается доставки материалов на объекты и увязанных с этим сроков завершения работ по ремонту и техническому оснащению теплотрасс в ряде локаций. Все вопросы урегулированы, даты согласованы во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией. Говорили и о текущих работах в исторической части города на Волжском проспекте. Требовалось обновить трубы диаметром 800 мм. Работы на Волжском проспекте входят в завершающую стадию. Самый сложный этап был прохождение через туннель, который еще Фон Вакана построил. Сейчас оба трубопровода вместе с гильзами через данный участок протащили. В данный момент начинается подготовка к соединению двух этих частей на двух камерах на одной и на другой стороне дороги. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, согласно сетевому графику, объект должен быть сдан 15 сентября. Однако исполнители нацелены на то, чтобы уже 8 сентября в полном объеме закончить работы на Волжском проспекте, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме. Владимир Василенко особое внимание уделил работам на тех объектах, которые находятся на территории школ и детских садов. Все рабочие варианты, которые сегодня были под протокол разобраны, я полагаю, в данной ситуации мы все выполним. По объектам социальной сферы, это касается школ и детских садов, к 1 сентября везде обеспечено по благоустройству. Напомним, что в новом сезоне этот процесс должна включиться и строящаяся котельная в Курбышевском районе Самары. Строительные работы идут по графику, специалисты отмечают высокую готовность объекта, полностью подключены ресурсы, в части газоснабжения и водоотведения сделаны переврезки. В Курбышевском районе отопительный сезон начнется по старой схеме через котельную КНПЗ, но после завершения пусконаладки новой котельной будет плавное переподключение потребителей на нее. Следующий вопрос, не менее актуальный. Скажите, пожалуйста, как удается производить перекладки, сохраняя при этом подачу ресурса? Этому способствует, собственно говоря, сборка схемы теплоснабжения при которой либо используется закольцовка системы подведения ресурса через другим путем, так скажем, либо путем строительства временных линий горячего водоснабжения. Я думаю, большинство жителей, которые посчастливились жить рядом с объектом, где это производство работы, видели, где трубы проходят наземным путем. Это временный трубопровод снабжения ресурсом для того, чтобы не вводить ограничения подачи ресурса. Ограничения происходят на кратковременный период времени, связанные с переврезкой от временного к действующему трубопроводу. Но это, как правило, достаточно непродолжительный период времени. В рамках 354-го постановления мы укладываемся. Но вот рассказать прошу все-таки еще и о готовности самарских котелин к отопительному сезону. Всего их в городе 110, верно? Все верно, да. У нас 61 – это муниципальные, остальные 49 – это ведомственные котельные. Собственно говоря, большинство, практически все котельные муниципальные находятся в обслуживании муниципального предприятия инженерной службы. В свою очередь инженерные службы также проводили в этом году мероприятия по перекладке тепловых сетей. На восьми участках выполнены были работы по перекладке. Это также те категории сетей, которые показали себя наихудшим образом, которые надо было привести в порядок. В свою очередь также провели и подготовку внутренних систем котельных. Поэтому в целом сейчас все котели подготовлены к отопительному периоду. Единственный момент, наверное, уже неоднократно об этом говорилось, у нас одна из котельных в Куйбергском районе показала себя недолжным образом. Понятно, там 70-х годов постройки, поэтому оборудование там уже устарело, поэтому было принято решение о строительстве блочной модульной котельной с мощностью 120 мегаватт, которая позволит решить вопрос, улучшить качество теплоснабжения. Порядка 36 тысяч жителей, около 300 домов Куйбергского района будут питаться от нее. И тем самым обеспечить надлежащего качество и подачу ресурса. Но вот согласитесь со мной, что подготовка жилищного фонда ведется в том числе еще и управляющими компаниями, и, конечно же, их роль в этом вопросе велика. Скажите, а кто и как ведет контроль за как раз управляющими компаниями? За управляющими компаниями, за их качеством и выполнением работ в первую очередь, наверное, должны вести, как мы уже затронули вопрос, это совет на квартирном доме, старший по дому. Дальше другие структуры включаются в процесс в большинстве случаев, когда управляющая компания не исполняет свои обязанности. Единственный момент, если учитывать тот факт, еще проводится контроль за своевременным размещением информации, открытие информации ГИС ЖКХ, это у нас государственная жилищная инспекция и органы местного управления. Проводится контроль, анализ, где, собственно говоря, смотрят, сколько было размещено документов. Потому что на каждый дом сходить чисто физически не представляется возможным. Поэтому каждый шаг, допустим, проведения опрессовки, промывки внутренней системы дома оформляется документ в виде акта. Соответствующие документы должны размещаться в системе. И благодаря системе мы можем посмотреть, как были оформлены акты, належащим образом провелись эти мероприятия или не провелись эти мероприятия. А вот после анализа этого делаем заключение, готов в дом или не готов в дом. – Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, а в этом году какая дата, можно от которой считать старт отопительного сезона? Ну вот к какому числу весь жилой фонд Самары должен быть полностью подготовлен? – Весь жилой фонд, согласно действующему законодательству, должен быть подготовлен до 15 сентября. Ну, по факту, в целом, жил фонд у нас уже готов. Остается контрольным только один адрес на Гагарина, 153, там, где проводят мероприятия фонд капремонта. В целом, там до 15-го числа должны тоже успеть завершение работ. А в общем и целом, жилищный фонд уже подготовлен. Сейчас проводится комиссия органов местного управления по проверке как раз-таки документации, как она оформлена и уже оценке готовности. Оценка готовности органов местного управления всех управляющих компаний должна закончиться 15 сентября. – Спасибо. Все дома, где сейчас идет капитальный ремонт, взяты под особый контроль. Подрядная организация обязана в течение ближайшего времени завершить все работы, которые могут повлиять на температурный режим внутри многоэтажек и подготовить дома к холодам. Как идут работы в МКД по улице Ташкентской, 86, узнала наша съемочная группа. Несколько лет назад жильцы дома номер 86 столкнулись с коммунальными проблемами из-за недобросовестных подрядчиков. У граждан возникли претензии по качеству капитального ремонта. Предыдущие компании не смогли исправить ситуацию и обанкротились. Инициативная группа жителей лично обратилась к губернатору Дмитрию Азарову оказать содействие в решении проблемы. Нового подрядчика определили в кратчайшие сроки и после торгов он приступил к выполнению работ. На сегодняшний день недостатки устранены и коммуникации приведены в порядок. – В настоящее время идет замена нижнего розлива и ремонт теплового узла. Дом в любом случае будет подготовлен 15 сентября к пуску отопления в отопительный период следующего периода. К началу отопительного сезона все коммуникации должны быть в рабочем состоянии, опрессованы и подключены. Адресная отработка обращений граждан на контроле городских властей. – Приходится уже непосредственно смотреть в разрезе каждого адреса, достаточны ли у них материалов, готовы ли у них бригады, наличные у них шансовые инструменты, какие-то другие расходные материалы для того, чтобы закончить вовремя данную работу. Жильцы, в свою очередь, контролируют все этапы капремонта, учитывая предыдущий негативный опыт. Им предоставили сметную документацию для ознакомления с видами работ. – Мы сейчас не можем сказать, мы только видим, ну или что что-то носили, грохотали наверху, внизу, пока мы еще результатов на себе не ощутили. Ну, мы в ожидании более хорошей жизни. Другой момент касался двух лифтовых шахт. Одна не работает более 20 лет, вторая выработала все сроки эксплуатации. Уже готовы документы по обновлению этих объектов. Согласовывать с работой необходимо на общем собрании собственников. Лифты отремонтируют за счет областного бюджета до конца года. – Вторая подрядная организация, которая здесь работает, это организация, которая будет заниматься заменой лифтового оборудования. Здесь два лифта. На данный момент сроки производства работы у них до конца ноября. Материалы закуплены для замены лифтового оборудования. В середине сентября лифтового оборудования будет поставлен на объект, и, соответственно, после этого будут выполняться строительные монтажные работы. В ходе встречи практически все вопросы были решены. Гражданам рассказали о сроках выполнения работ. Также им дали полезные советы касаемо управления домом. – Продолжаем наш разговор. Скажите, а вот как узнать, какие работы были проведены? Ну вот, например, промывка системы отопления – это тоже немаловажный вопрос к началу отопительного сезона. – Да. Ну, как я уже говорил, каждое из мероприятий должны быть оформлены соответствующим документом. Это акт опрессовки, акт промывки системы и паспорт готовности дома. Данные документы размещаются как в системе электронной ЖКХ, это как раз-таки система, разработанная государственной жилищной инспекцией, в которой есть доступы органов местного управления. С помощью нее мы смотрим о готовности. Что касается для жителей, у них есть способы использования ГИЗ ЖКХ, где также управляющая компания обязана ввести открытые размещения информации, и там люди могут ознакомиться непосредственно с теми мероприятиями, которые были проведены по их конкретно дому. – Но вот этим сервисом активные жители нашего города пользуются? – В целом активность повышается, я бы сказал, с каждым днем. Тем более, после того, как появилась возможность проведения общих собраний, используя программу ГИЗ ЖКХ, популяризация данного сервиса все больше и больше актуальна. Это исключительный ресурс, который позволит провести общие собрания прозрачным путем, без всяких нарушений, без всяких подоплек со стороны управляющей компании. У каждого жителя возникает свое опасение, догадка о том, что что-то управляющая компания сделает. Поэтому не приняли не мою точку зрения, а вот большинство жителей проголосовало за проведение ремонта стояков. А я вот живу на девятом этаже, мне вот крышу хочется сделать. Это всегда есть два блока жителей, которые не договорятся. Те, которые ближе к крыше, они хотят ближе, чтобы быстрее крыша отремонтировалась. Те, кто в подвале, чтобы в подвале привели порядок. Те, кто в угловых, чтобы фасады отремонтировали. Поэтому и не просто таким образом устроено законодательство, что именно большинство собственников должны принять, выбрать одну наиболее важную проблему, ну, соответственно, если средств хватает на те объемы средств, которые есть на доме, и выполнить ее. А скажите, в рамках капитального ремонта какие виды работ из перечисленных вами выше можно осуществить жителям многоквартирного дома? В рамках капитального ремонта можно произвести капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт инженерных коммуникаций, куда входит система отопления, холодного водоснабжения, канализации, все стояки, электропроводка. Все в данном случае меняется. Есть возможность укрепления фундамента. Есть категории домов, которые страдают от грунтовых вод, и необходимо произвести гидроизоляцию подвального помещения, и за текущий ремонт это сделать практически невозможно. Более того, у нас значительное количество домов, большинство домов – это дома ТСЖ, ЖСК, которые избрали способ формирования средств на специальном счете, спецсчет, так называемый. Чем уникальна данная возможность? Это тем, что, во-первых, это отдельный счет, где аккумулируются конкретно средства данного дома, а во-вторых, что не нужно дожидаться того момента, когда хватит средств, накопится их на полностью ремонт всех инженерных коммуникаций. Возможно, если накопилось средств, допустим, достаточных на замену пяти наиболее проблемных стояков, эти средства можно в любой момент взять общим собранием собственных жилья и решить ту насущную проблему, которая есть. Не могу с вами не согласиться. Наше время подходит к концу. Скажите, что можно пожелать жителям многоквартирных домов? Наша программа называется «Совет моего дома». Так вот, какой бы совет вы дали жителям в преддверии как раз отопительного сезона? Пожалуйста. Я хотел бы дать совет о том, чтобы управляющие компании, точнее жители, активно взаимодействовали с своей управляющей компанией, обслуживающей организацией. Потому как, к сожалению, пока показывает практика, собственники, не наладив коммуникацию с управляющей компанией, а это та организация, к которой они платят деньги, которые обязаны производить данные работы, плотно работать с жителем. Жители начинают идти по другому пути, длинному, который ведет... Неправильному, конечно. Да, начинают звонить в разные структуры, прокуратуру, полицию, в разные органы, которые, по идее, свои должны тоже передают данное поручение по следующим органам. В итоге все это в любом случае стекается в ту же самую управляющую компанию, которую никто, кроме нее, это не выполнит, и которая должна будет произвести данные работы. А работы, по сути своей, там, прочистить канализационный стояк, я не знаю, там, заменить, убрать свич там со стояка. Тем более, просто таким путем жители теряют колоссальное количество времени. Обратитесь сначала в управляющую компанию, с которой у вас договор. В случае, если уже с ней диалог, если порван и не реагирует, обращайтесь к государственную жилищную инспекцию, администрацию района, администрацию города, другие структуры. Спасибо вам большое. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучил мой сегодняшний эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин